Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Стажёр 2015 года. 70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что выход на пенсию ещё не конец. Пользуясь случаем, он становится старшим стажёром в интернет-магазине модной одежды под руководством Джулс Остин. Малавита 2013 года. Что вы знаете о своих соседях? Особенно о тех, которые заявляются среди ночи. Так, однажды на тихой улочке провинциального французского городка поселился писатель по имени Блейк со своим семейством и собакой Малавитой. На этом многобековое спокойствие города закончилось. Почему сгорел местный супермаркет? Чем рискует медлительный водопроводчик? Что лежит в рюкзаке у милого парня в бежевых бриджах? Кто бы мог представить, что на самом деле мистер Блейк – бывший глава мафии, которого власти прячут здесь от преследования? И вот в городок приезжают люди и коза Ностры. Большая свадьба 2013 года. История о современной семье, пытающейся пережить выходные свадебного торжества, которые могут обернуться полным крахом для них. К удивлению своих детей и друзей, давно разведенные Дон и Элли Гриффин, вынуждены притворяться счастливыми ради свадьбы своего приемного сына, после того, как его ультраконсервативная биологическая мать неожиданно решает пролететь через полмира, чтобы принять участие в этом торжестве. Старперцы. Билли, Пэдди, Арчи и Сэм дружат больше полувека. И когда убежденный холостяк Билли наконец-то делает предложение своей юной подружке, великолепная четверка отправляется в Лас-Вегас, чтобы скинуть себе груз прожитого и зажечь, как в последний раз. Великовозрастные гуляки и не подозревают, как за десятилетия эволюционировал город грехов. Мой парень Псих. Бывший учитель Пэт, проведя психиатрической больнице 8 месяцев, возвращается в родительский дом. Он одержим мыслью помириться с бывшей супругой, которая не имеет права приближаться по решению суда. Но знакомство с эксцентричной девушкой Тиффани зажигает в Пэте луч надежды. Нью-Йоркский писатель Эдди, желая преодолеть черную полосу в своей жизни, принимает засекреченный препарат под названием НЗТ. Таблетка выводит мозг парня на работу в нереальной мощности. Этот творческий наркотик меняет всю жизнь Эдди. За короткий срок он зарабатывает кучу денег, но скоро начинает страдать от зловещих побочных эффектов препарата. А когда пытается найти других НЗТ-гениев, чтобы понять, как можно справиться с этим пристрастием, он узнает страшную правду. Ученые-скептики Маргарет Мэттисон и ее ассистент Том Бакли занимаются разоблачением шарлатанов. Изучение паранормального приводит их к столкновению с давним противником доктора Мэттисон, человеком по имени Сильвер. Объявив о своем возвращении, Сильвер впервые за многие годы выступает перед широкой публикой. Знавшие экстрасенсы люди не забыли, что незадолго до добровольного ухода Сильвера со сцены, таинственной смертью погиб основной критик ее деятельности. Знакомство с родителями 2000 года Обладатель замечательной фамилии, санитар Грег Трахер, отправляется за город, чтобы познакомиться с родителями своей девушки Пэм. Здесь Грег собирается торжественно просить руки возлюбленной, но к несчастью, Грег парень невезучий, и любые благие начинания в его исполнении превращаются в сущий кошмар. Несчастный Трахер и в самом страшном сне не предполагал, какие его ждут испытания. Дело в том, что отец Пэм, Джек Бернс, отставной сотрудник ЦРУ, устраивает приятелям дочери свою особую и жесткую проверку. Эта проверка включает в себя даже специальный тест на детекторе лжи. Плутовство 1997 года Чтобы отвлечь внимание общественности от сексуального скандала, связанного с президентом США, срочно вызывают специалиста по нештатным ситуациям Конрада Брина. Брин решает инсценировать небольшую войну, и в свою очередь привлекает известного голливудского продюсера Стэнли Моца. Вдвоем они организуют шоу в мировом масштабе, с истинно голливудским размахом. Но не мог Стэнли Моц упустить этот редкий шанс удовлетворения своих профессиональных амбиций? Кально, 1995 года Никто не может сравниться с Сэмом Ротсингом. Никто не умеет зарабатывать деньги, как он. Никто не умеет работать так самоотверженно и аккуратно, как трудяга Сэм. За свои неоспоримые достоинства Ротсинг получает кличку Ас, и именно поэтому боссы мафии решили отправить Аса заправлять огромным шикарным казино в Лас-Вегасе. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!